всем привет в течение ближайшей недели мы с вами будем работать над визуальными эффектами начнем создаем нулевой объект выбираем слой нам нужен кадр на котором соня только-только начинает нажимать на браслет нажимаем track motion выбираем контрастную точку в которой можно притречиться и тречим ее проверяем все окей далее нам нужно создать сетку создаем новый solid размером 2000 на 2000 к нему мы применяем инструмент grid и настраиваем так чтобы получить необходимую нам сетку повышаем толщину линий до 23 дублируем наш слой и изменяем его параметры толщину линии мы повышаем до 61 и ставим альфа норд моты далее делаем при композ уменьшаем размер нашего слоя дублируем и создаем сетку такой длины которая нам нужна все это мы снова еще раз при композе заходим внутрь выделяем область которая нам нужна и обрезаем ее таким образом мы уменьшили пространство в нашей композиции далее мы создаем новый шейповый слой выбираем в масках ellipse tool зажимаем control зажимаем shift и рисуем круг заходим внутрь удаляем заливку и повышаем толщину заходим дальше нажимаем плюсик ставим параметр 578 и повышаем параметров сет анимируем offset и находим место на котором она нажимает на браслет повышаем параметр создаем новый текстовый слой и вводим туда любое число заходим внутрь и к тексту применяем эффект slider control зажимаем alt и нажимаем на source text нажимаем сюда и тянем на слайдер таким образом наш текст будет являться числом которое будет задано в параметре слайдер то есть если в слайдере мы выберем какое-либо число она будет отображаться тут делаем больше наш текст поправляем отлично анимируем слайдер вбиваем число 99 переходим немножко назад и вбиваем число 12 например смотрим видите мы получили не совсем тот результат который нам нужен чтобы это исправить мы заходим в экспрессионы и чувствуем себя немножко программистами вписываем экспрессион масса раунд точка раунд скобочка и закрываем скобочку программа говорит что я допустил ошибку эта ошибка является большая буква р будьте внимательны при написании экспрессионов отлично теперь все хорошо нашему шейпу мы можем задать какой-нибудь интересный цвет с помощью параметра фил прикрепляем слои смотрим отлично как вы помните я вам просто показываю инструменты как ими пользоваться это уже ваше дело например в этом моменте я просто хочу написать текст увеличиваю размер текста и создаю еще один текстовый слой создаю новый solid выбираю тот же цвет окей ищем нажатие на кнопку отлично анимируем mask pass смотрим смотрим далее включаем работу с графиками выбираем mask pass выделяем эту точку и нажимаем easy as in таким образом наше движение анимация будет очень плавным дублируем наши два слоя выбираем второй и поправляем маску с помощью инструмента fill меняем цвет этого слоя и проверяем слишком быстрая анимация поэтому поправляем точки теперь выделяем все четыре слоя и нажимаем alt левая квадратная скобка проверяем все кроме null object и основного слоя мы загоняем в pre-compose делаем наш слой объемным и передвигаем его и привязываем его к null object смотрим отлично далее нам нужно анимировать появление этого интерфейса выбираем момент с которого начинает null object двигаться и нажимаем t меняем opacity до нуля анимируем его нажимаем page down повышаем opacity до 75 нажимаем еще раз page down понижаем до нуля еще раз page up до 75 и после этого можно выделить нашу анимацию через ctrl c скопировать ее и через ctrl v вставить таким образом наш интерфейс появляется через мигание теперь выбираем наши кей фреймы нажимаем alt и немножко растягиваем анимацию проверяем добавляем нашему слою fast blur ставим параметр 2 слишком мыльно ставим параметр 1 отлично и добавляем эффект glow свечение повышаем параметр glow radius и дублируем наш precompose выделенный слой отодвигаем немножко ниже и повышаем параметр fast blur следующий кадр мы применяем трекер трекер камеры теперь мы создаем новый шейповый слой включаем линейки и рисуем абстрактную фигуру и рисуем абстрактную фигуру заходим в свойства нашего слоя и везде удаляем залив и везде удаляем залив повышаем толщину линии примерно до 8 и закрываем слой смотрим отлично делаем наш слой объемным через pen behind мы передвигаем центр в самый низ дублируем слой и прокручиваем его привязываем один слой к другому и проверяем что получается отлично заходим в 3d camera tracker выбираем нужную нам точку например эту создаем нулевой объект находим его позицию копируем ее и вставляем во второй слой отлично делаем его меньше передвигаем проверяем отлично заходим в rotation через кнопку R выбираем первый кадр ставим анимацию на Y rotation выбираем последний кадр и делаем анимацию вращения на один круг далее мы создаем еще один shape layer рисуем просто палочку через shift через shift вы можете рисовать прямые линии делаем его объемным мы еще можем поправить центр перенести его вниз далее мы находим точку к которой мы можем прицепить эту палочку например это создаем нулевой объект нажимаем position копируем его и вставляем в наш слой передвигаем ее куда-нибудь в центр зала повышаем толщину линии создать 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 текстовый слой вписываем любое число делаем его объемным копируем position нашего слоя далее мы можем анимировать scale наши цифры через кнопку s что получится наша цифра увеличивается но она увеличивается не очень красиво поэтому мы поправим через paint behind ее центр таким образом она будет увеличиваться от этой точки мы дублируем слой с нашей палочкой заходим ее в свойства нажимаем reset и рисуем тут кружочек через control и shift такой маленький маленький отлично заходим в fill меняем красный цвет на белый ок пишем тут you still box создаем solid выбираем alpha inverted matte и масками делаем красиво привязываем текст к этому слою и поправляем его далее берем и создаем три каких-нибудь рандомных текста я взял три случайных слова из тематики спорта вы можете просто их скопировать а можете и придумать что-то свое далее мы также анимируем маску поправляем поправляем ее через графики далее мы анимируем позишн и опасити этих трех слов работаем с графиками работаем с графиками И делаем так, чтобы один слой выезжал позже, чем другое. Через Alt мы можем ускорить анимацию нашего текста. Теперь этот флажок мы помещаем в отдельный прикомпоз. И вот что у нас должно получиться. Не забываем изменить режим наложения на скрин. И проверяем. Вот что примерно должно у вас получиться в итоге. На предыдущем этапе многие из вас заметили, что алгоритм 3D-трекера не всегда корректно просчитывает расположение точек в пространстве. Связано это с тем, что программа просчитывает расположение статичных точек. А те точки, которые двигаются относительно других, они сбивают программу. Таким образом от точек, которые мешают программе сделать правильный расчет, лучше избавиться. Мы дублируем наш слой и вырезаем области, которые могут помешать программе сделать правильный расчет. Инвертируем нашу маску и анимируем ее. Выбираем последний кадр, поправляем точки. Мы грубой маской вырезали точки, которые могли бы нам помешать. И теперь мы можем сделать прикомпоз этого слоя. Применяем трек-камера и смотрим. Проверяем. С точками все хорошо. Теперь мы можем этот эффект через Ctrl-X и Ctrl-V вставить в нижний слой и удалить верхний. Таким образом наши точки будут просчитаны на основном слое. Выбираем эту точку. Нажимаем создать нулевый объект. Создаем шейповый слой. Рисуем круг. Через Ctrl и Shift. Обычно вы рисуете круг от этой точки. Но если вы зажимаете Ctrl, то место, с которого вы начали рисовать, будет центром круга. Через Shift ваш круг становится равнозначным. Удаляем заливку. Делаем немножко толще ширину линии. Делаем наш слой объемным. Копируем позицию нулевого объекта. И поправляем наш круг в пространстве. Заходим в Contents. Эллипс. Наш круг. В Stroke. И в Dashes мы добавляем пунктир. Также мы можем анимировать Rotation нашего слоя. Находим точку, которая находится немножко ближе к нам. Создаем нулевый объект. Подвигаем ее еще немножко ближе. Создаем шейповый слой. Рисуем просто линию. Через Shift. Замыкаем ее. Располагаем ее в пространстве. И копируем позицию нулевого объекта. Через Pen Behind мы изменяем центр этого слоя. Увеличиваем его. Смотрим. Поправляем. Поправляем. Теперь переносим центр. Этого слоя в самый верх. Создаем еще один шейповый слой. Рисуем на нем круг. Через Ctrl-Shift. Удаляем заливку. Располагаем его в пространстве. И копируем позицию этого слоя. Отлично. Теперь смотрим на движение Sony. Когда она его завершит, то мы останавливаемся. Дублируем. Поправляем. На свое усмотрение мы добавляем пунктир. И так нам нужно обрисовать всю штангу. Также не забываем добавлять Fast Blur и Glow. Ну и конечно анимация по стиротейшн, о которой я говорил до этого, не будут лишними. Проверяем. Создаем Solid. Выключаем его. Применяем эффект Fill. И вырезаем по краям экрана. Включаем. И поправляем цвет. Ок. Проверяем края. Делаем маску немножко мягче. Смотрим. Можно немножко темнее сделать. Далее создаем новую композицию. Высотой 800. И шириной примерно в 1280. Нажимаем ОК. Создаем новый Solid. Применяем эффект Grid. Изменяем параметры. Прекомпозим. Вырезаем маской прямоугольник. Делаем мягкими края. Смотрим. Отлично. Понижаем Opacity. Добавляем фотографии Sony. Применяем эффект Tint. Дальше кривые. Поправляем фотографии. Отлично. Создаем новый Solid белого цвета. Выключаем его. И рисуем прямоугольник с краями чуть больше, чем у фотографии. Включаем. И если есть необходимость, то поправляем. Привязываемся к нижнему слою. Делаем его чуть меньше. Вписываем текст на свое осмотрение. Располагаем наши объекты немножко ниже. Создаем новый шейповый слой. Рисуем круг. Убираем заливку. Добавляем пунктир. Анимируем его Scaled. Клавиши F9 мы можем смягчить нашу анимацию. Также мы можем анимировать Dashes. И так же его смягчить. Создаем еще один шейповый слой. И от центра рисуем линию. Замыкаем ее. Заходим в свойства. Удаляем заливку. Добавляем репитер. В настройках репитера мы ставим Position по нулям. И поправляем Rotation. Увеличиваем количество копий. И еще раз поправляем Rotation. Теперь мы его анимируем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Поправлять точки надо при нажатом Path И через Selection Tool Мы выделяем точку, которую мы хотим управить И перетягиваем ее в нужное нам место Смотрим, что у нас получилось Отлично Слой, который мы создали, мы перетягиваем нашу композицию Располагаем его в 3D-пространстве И поправляем Проверяем Далее создаем новый Solid Применяем к нему эффект Element Заходим в настройки сцены Создаем новую группу Одну, вторую и третью Располагаем их равнозначно И нажимаем кнопку Import Выделяем все три модели И нажимаем открыть Убираем галочку Добавить материалы И каждую модель перетягиваем в отдельную группу Задаем каждой группе свой номер Заходим в пресет Материалы Physical Blue Wireframe Применяем его в первой модели Возвращаемся в материалы сцены Настраиваем наш материал Вместо синего цвета Мы берем белый Нажимаем ОК И теперь применяем Другим моделям Проверяем ОК Нажимаем ОК Заходим в группу 1 И создаем нулевой объект Который позволит нам Регулировать положение Одной из моделей Заходим в группу 2 Создаем такой же Группу 3 И еще один Теперь мы поправляем Расположение наших 3D моделей Теперь меняем режим наложения на скрин И на свое осмотрение Анимируем 3D модели Position Scale И Rotation Теперь работаем с графиками Easy Ace То же самое со Scale И с вращением Проверяем К сожалению Это не совсем то Что мне нужно Поэтому я буду более детально Работать с графиками Scale Я хочу чтобы модель более резко вылетала из экрана И медленно останавливалась Position Тут я разделяю отдельно X, Y и Z Чтобы с ними работать по отдельности Проверяем Проверяем Поэтому я все точки Подвину примерно сюда После этого мы дублируем слой С тем что на экране Предварительно его немножко поправив Спускаем его немножко ниже Понижаем Опасити Добавляем Fast Blur Размываем На верхний слой Мы добавляем Glow И повышаем Glow Radius Отлично Далее мы создаем Новую камеру Заходим в настройки И включаем Глубину резкости Настраиваем ее Для начала я всегда выкручиваю этот параметр Чтобы рассмотреть Где находится точка фокуса И поправляем точку фокуса так Чтобы она совпадала с тем Что у нас есть на видео То есть если эта часть телефона Находится в расфокусе А это в фокусе То на нашем изображении Должно быть так же самое Теперь можно понизить наш параметр Отлично После этого мы создаем Новый Adjustment Layer Нажимаем T И анимируем Опасити Добавляем Fast Blur Размываем все что у нас на экране Добавляем кривые И делаем наш слой темнее Также можно светлые участки Тоже чуть понизить Чтоб они нам не мешали Окей Создаем текстовый слой Producer Антон Исаев Следующая строка Оператор-постановщик Егор Тарасов Выделяем весь наш текст И тут выставляем автор Следующая строка Editing VFX И ваше имя в миле Проверяем, чтобы у нас не было лишних пробелов В конце строк Меняем размер текста Располагаем его по центру И играем немножко с цветами Заходим в Adjustment Layer Копируем Опасити Выбираем тот кадр На котором Опасити Начинает анимироваться И копируем в наш слой с текстом Проверяем Как по мне неплохо Все друзья Приступайте к визуальным эффектам И помните, что я вас ничему не учу Я лишь создаю условия В которых вы можете чему-то научиться